Сегодня я предлагаю вам отправиться в место, где работают самые спортивные люди Полоцка. И нет, это не фитнес-клуб, а музей. Пойдемте сейчас все объясним. Природно-экологический музей разместился в бывшей водонапорной башне Полоцка. Здесь нас встречает 33-метровая винтовая лестница. Она символизирует древо жизни, путешествие по которому позволяет заглянуть в различные миры природы и экологии. 33 метра вверх. Физкульт-минутка окончена, теперь можно начинать экскурсию. Пойдемте. У нас в музее представлено более тысячи видов животных. И среднестатистический городской житель хорошо, если видел хотя бы 10% от всего этого многообразия видов, представленных у нас в музее. Например, у нас в музее представлена такая вот птица, как зимородок. Яркий окрас намекает нам на то, что это нетипичная белорусская птица. Она действительно обитает в тропиках возле экватора. Но встретить зимородка в наших широтах вполне реально. Встречается он в основном на водоемах, на озерах. Причем характерно, что зимородку нужны самые-самые чистые водоемы. Дело в том, что за рыбой он, как правило, ныряет. Поэтому ему нужно сначала эту рыбу увидеть с высоты птичьего полета. Поэтому водоему нужна только чистая. У нас такие есть чистые озера в Полесье и на севере Беларуси в Пазире. Локацию для встречи с зимородком запомнили. Теперь давайте познакомимся с тем, кого мало кто хочет увидеть. Страшно? А зря. Оказывается, в Беларуси нет ни одного опасного или ядовитого паука. Все они абсолютно милые и безобидные. Поэтому, друзья, мы никогда не уничтожаем пауков и не рвем паутину. Договорились? Если же членистоногий поселился в доме, а это соседство вам не нравится, просто перенесите паучка на улицу. Обойдемся без жертв. Ого! Летучие мыши? Светлана, они у нас тоже обитают? Да, у нас встречаются летучие мыши, но бояться их не стоит. Их нужно охранять. Многие из них на странице «Красные книги». Нет и прелестной кожан. Это особи, которые питаются насекомыми, мухами и комарами. И никакого вреда людям не приносят, а скорее пользу. Ну, а знаете ли вы, что у нас в Беларуси есть даже Кожанополис, то есть, можно сказать, город для летучих мышей, который создала организация «Хооп Тушек Бать Кушина». Зимой летучие мыши впадают в оцепенение, они спят. Если их разбудить, то фактически они погибнут. Поэтому, если вы не хотите, чтобы где-то у вас на чердаке была летучая мышь, вот вы ее встретили, но не хотите, чтобы она у вас там жила, вы можете обратиться в организацию «Хооп Тушек Бать Кушина», где эту особь заберут и просто найдут ей приют в Кожанополисе Белорусском. Представляете, целый город для сна. Мышки, я вам завидую. Ну, а чтобы и нам с вами спалось комфортно, собственный дом тоже стоит сделать экофрендли. В музее вас этому научат. Люди допускают такие ошибки, что просто складывают хлам, какой-то мусор, особенно часто на балконах, кладовках, на антресолях. Это просто захламление собственного жилища. Вы знаете, что если вы к вещи не прикасались год или два, ну, хотя бы полгода, смело ее выбрасывать, она вам не пригодится. Она у вас отвоевывает жизненное пространство. Но кроме того, в этом мусоре могут заводиться паразиты. Вы знаете, клопы, тараканы, мыши даже могут построить гнездо. Поэтому они выделяют вредные вещества, которые негативно тоже влияют на наше здоровье. Следующее, от чего стоит избавиться, это шкуры убитых животных. Во-первых, эстетически мы смотрим и подсознательно мы понимаем, что это снято с убитого животного. Значит, уже мы психологически немножко настраиваемся отрицательно. Но и потом, ведь в них могут заводиться пыль, клещи, пылевые клещи. И это тоже негативно скажется на здоровье. А если в них никто не заводится, значит, их очень сильно обработали ядохимикатами. И уже эти ядохимикаты тоже могут вызвать аллергию и так далее. Светлана, здесь я вижу сувениры, которые можно найти практически в каждой квартире. Например, я бережно храню ракушки, привезенные с моря. Почему они попали в список антитрендах экологии? Эти сувениры представлены здесь не случайно. На самом деле они являются действительно антитрендами. Их привозить вредно как для той страны, откуда мы их привозим, так и для нашей страны. Например, кораллы, как вы знаете, обитающие, скажем, в Средиземном море. Ведь это живые организмы, которые вне своей среды жить не могут. Причем мы можем сюда привезти вместе с ними какие-то инфекции, опасные для нашего животного мира. Самый экологичный способ привезти домой частичку другой страны – это фотография. Ею вы точно не нанесете вред животному и растительному миру. А еще и деньги сэкономите. Светлана, а зачем здесь экспозиция свалки, если не секрет? Мусор представлен у нас в музее, свалка вот такая. Потому что проблема мусора сейчас очень актуальна во всем мире, как вы знаете, и в нашей стране тоже. И для того, чтобы мусорные свалки не росли вокруг наших городов, мусор нужно выбрасывать раздельно, сортировать. И именно к этому мы призываем наших посетителей, чтобы вы отдельно утилизировали стекло, пластик и так далее, чтобы вокруг наших городов не вырастали вот такие страшные огромные свалки. И это еще далеко не полный список. Если прогуляться по музею хотя бы полчаса, то можно составить огромный чек-лист эко-ошибок, которые мы все неосознанно совершаем. Давайте исправляться. И пусть первым шагом станет посещение природно-экологического музея в Полонске.